Задолго до начала праздничной службы площадь возле мечети заполняется верующими. Каждый выбирает удобное для себя место, чтобы помолиться. В итоге к началу свободных мест нет ни здесь, ни на парковке. Многие приехали с района в краю, чтобы лично принять участие в проповеди. Ведь Курбан-Байрам считается одним из главных праздников в исламе. Отмечать его старается каждый верующий. Курбан-Байрам – это история во всех священных писаниях, во всех монотеических мировых религиях. Описывается этот случай. Интерпретация разная, но случай был. Поэтому мы пытаемся объяснить людям, что смысл этого праздника – это не жертвоприношение, это не обязательно раздача мяса, это предание себя Господу, предание себя Богу. Когда человек готов отдать самое дорогое для общечеловеческих благих целей. В этот день принято приносить в жертву животное. Можно верблюда, корову, барана или козу. Этот обряд в массовом порядке в Красноярске теперь не проводится. Как правило, жертвенное мясо принято отдавать нуждающимся и готовить из него праздничные блюда на стол для себя и гостей. Ла-Ила-Ха, Илла-Ла. Сейчас в нашем регионе проживает тысяча мусульман. С праздником верующих поздравил и первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко и глава города Эдхам Акбулатов. Ислам является одной из системообразующих, одной из основных религий наряду, безусловно, с православием, с иудаизмом. Религии, которые произрастают, как говорят духовники, из одного формы. И очень важно сохранять это единство, очень важно сохранять взаимное вооружение между конфессиями, потому что именно это взаимоуважение является одной из основ нашего общества. Длится Курбан-Байрам несколько дней. В эти дни принято посещать друзей и родных. Екатерина Погорелова, Павел Патылицын. Новости.